Президент, 9 директоров, 3 из них генеральны. Есть акционер, 12 директоров, 3 из них президент. Ну есть еще акционер у нас, 3 звезды, ну это я уже для вас говорю, 3 звезды и так далее. Но в первый раз человеку не надо это все рассказывать, вот покажите ему вот досюда. Вот, и акционер, 3 президента и 12 директоров. На самом деле, вот вы видите или нет? Посмотрите, вот когда вот так пишешь, видно вообще, да, кое-что. Директора-то растут, но если 3 сильных человека взят и растите, все получается. Что сложно сделать акционера, вот скажите мне, вот это вот, чтобы получить от 200 до 500 тысяч. Это смешно, кто ответит сложно. Потому что, особенно предприниматели знают, что такое заработать от 200 до 500 тысяч, что это надо сделать. А простые люди не знают, как это сложно, но и не знают, как их заработать вообще для начала. Поэтому, вот так, как мы говорили, да не важно, сколько людей надо пройти, если стоит задача. Если ты знаешь, что через 2 года будет шикарнейший результат, то пройти просто надо. Я буквально ехала сюда и подготовила одну группу. И вот они сейчас же мне отчет дают по интернету. Вот мы так разговаривали, все, бойко так. За 4 дня они были готовы в бой, тоже 12 человек. И, значит, рассказывала все, вот так же, как вам, что пройти надо. Вот ты понимаешь, иди и все, иди. На свою историю рассказывала все. Вот вчера, значит, вчера и позавчера не работали уже. Притом это в чужой стране, да, и другой язык, это проблема. Говорят, ой, это не так просто. Вы так рассказали, мы так скажем, пройдем 10 тысяч. Так, какая разница, пройдем. А Владимир говорит, сел на лавочку, полдня просидел, не могу встать и все, хоть и убейся. Вот уже, представь себе, что я сейчас вот так подойду и скажу, не получается. Не получается и все. Пока кто-то подошел, попросил у него ручку. Я, ну, как прорвала его. И он встал и пошел. Другой, ну, короче говоря, что-то вот у него, ему ответили два человека, нет. И вот этот поймал вот это все, вытесли. Потом походил, походил, а такие же знают, что мне надо звонить. И что-то надо говорить. Уже даже не ради своих миллионов. И он, значит, это, говорит, пошел, пошел. Но все взяли контакты. Но все поняли, они говорят, ну, молодые люди все. Респект и увожу кого-то, что вот так ходили. И, как вы говорите, сколько телефонов брали. Это, оказывается, не так легко. Я говорю, вот когда оценивается то, что ты говоришь. Когда ты сам это проходишь. Когда ты понимаешь, что нелегко. Но хочу вас обрадовать, ребята. Понимаете, это не будет так всегда трудно. Это вот пока вы поймаете волну игры. Это игра. Вот мне, я не знаю. Я уже азартный человек на этот счет. Мне вот даже интересно. Вот эта острота, что вот ты подходишь, не знаешь человека, что он тебе ответит. И ты ему вживую должен что-то ответить. И контакт. Это уже, это так классно. Вот надо это поймать. Когда ты это поймаешь, это станет удовольствием. А первое время, это нормально, ребята. Это не вы чем-то отличаетесь от других. И не делайте вывод, что это не ваше. Это нормально. У всех первое время это каторга. Это действительно каторга. Когда ты идешь, и тебе надо что-то сказать. У тебя язык не повредит. Ну как ты не привык? Что такое? На улице остановить человека, и вдруг тебе скажут. Да я занят. Или что-то еще. Здесь нужно просто объяснить себе. Вот поймите, мир индивидуален. Что я сейчас делаю? Я делаю прорыв. Вот как, ну, в данном случае. Я же им не врежу правильно. Наоборот, сделаю лучше, если человек услышит. Ну, ну, что мне эти индивидуальные миры остальные, если я сейчас должен прорываться? Нет, значит, ну что? Ну, ну, буду сидеть. И вот, понимаете, ну, я не знаю. Мне было страшно остаться в нищете. Мне было очень страшно. Потому что я знаю. И я вот вчера не сказала в своей теме, что даже те люди, которые говорят, я не хочу быть великим человеком. Живу, да и живу. Обижай там, предупреждаю, тормози. Как жил, так и живу. И ничего страшного. И доживу. А дети у него вырастут, кому надо подниматься и пойдут. Есть же такие люди, да? То я вам скажу, он проживает мне легче жизнь, чем я, которая прошла ради того, чтобы быть непростым человеком. Почему? Скажу вам. Да потому что природа заложила в нас инстинкты выживания. И они его заставят выживать только в нищете. И будет он испытывать трудности, а только без результата. Вот вам две жизни. И к человеку. Вот вы решаете. Испытывать все это и жить во всем, во всех этих испытаниях с результатом или без. Да нет, но я же все-таки не хочу что-то в жизни, в конце концов. Вы видите мои дети. Какая разница, что мне сейчас сказать? Как там? Мотивируйте себя. Идите все равно, идите к мне. Отвлеклись. Призовой рядышком тут же пишем. Вы помним, да, что когда человек встает директором, ему выплачивают 25% от сети. Когда он встает старший директором, приз 500 евро. Когда встает генеральным, 1000 евро. А? 100. Стой. Так, 1000 евро. Президент, 5000 евро. Акционер, 10000 евро. Это в месяц, да? Это нет, это не в месяц, это приз. Вы достигли этого? Это приз. Подарок. Разовый, да. Это разовый. Разовый. Это повод человека показать всем людям, наградить его. Это не вопрос не в деньгах сколько, а вопрос в том, что многие же люди приходят сюда еще из-за признания. И ему хочется, чтобы вы видели его близкие, родные, что его награждают, что он здесь акционер. Понятно, да? Вот, кстати, обратите внимание на старшего директора. Вот, если будете видеть, что совсем уже простой человек, да? Он не может, товарищи, ничего не получится. Если будете видеть, что совсем простой человек, и вот эти цифры, знаете, 200-500 тысяч, они у него пока не укладываются. Ему страшно, ему кажется сразу, вот поэтому и говорят, финансовая термия, да у вас там. Он еще ничего не понял, а вот это такие цифры, он понимает, что это надо что-то такое соорудить, чтобы это такие деньги были. И поэтому начинает глупости говорить. Поэтому, говорить ему попроще. Вот простым людям, я вам скажу, как достучаться. На самом деле, вот я уже узнала, и у вас доход, да? Средний. Он, в принципе, везде такой, ну там варьирует немножко. Вот 200-300 евро разница от местности. Но, в общем-то, полторы тысячи евро, это классная зарплата везде. Для простого человека. Я сейчас говорю о простых книгах. Вы меня услышали, да? Предприниматели, это мне интересно. Вот зарплату полторы тысячи евро они все хотят. Вот смотрите, на старшем директоре. Вот объем работы для них. В месяц три директора. Три человека, просто людей, которые понимают, что надо зайти действительно правильно в профессиональном мужчине. Три. В месяц, 30 дней. Раз в 10 дней. Три человека на пакет директора. Вы помните, с директора мы получаем 275 евро по супербонусу и 100 по партнерскому. Триста семьдесят пять на три. Сколько? Еще есть. Еще есть. Еще есть зрительный пакет. Тысяча. Тысяча. То есть так, да? Значит, и 500 призовые, не забывайте. Есть полторы тысячи? Да. Если вот уже надо вообще кратко, быстро, на скорую руку, простому человеку что-то показать. Это вам на этот случай. Не обязательно это любить каждый раз. Я просто говорю вам, вооружаю вас со всех сторон. Поняли, да? А в принципе, по технологии цифр мы все с вами научимся считать. Ну вот, мы рассказали маркетинг-план. Теперь говорим человеку, вы видите, какие здесь деньги? Он говорит, даже если не видит, говорит, вижу. Как правило. Но бывают редкие экземпляры, которые говорят, не вижу. «Хотите в этом случае, да, шикарный прием?» А я вообще спанула. А он говорит, да не, я поняла, ты только в основном месте не поняла. А он-то вышел либо каком, а среднем человеке, а он мне это сказать не умеет. Вот профессионально работать. Не будут люди вам эти говорить «нет», не умеют. Если он вам вначале не скажет «нет», никогда вам не скажет «нет». И будут бедным учиться вместе с вами. Но не переборщайтесь, не издевайтесь над людьми. Этого нельзя делать. Потому что у нас один акционер умудрился проводить презентацию 8 часов. Человеку вызвали скорую. Он сказать «нет» не может. А он этот нюанс не понял и думал, что это свободные уши и тренировался целый день. Поэтому, в общем, вот такие нюансы. То есть, вот смотрите, вы сейчас будете, ну абсолютно, вот, вы вспомните, вспомните все эти нюансы. И это будет игра, это будет так классно, это вот жизнь превратится в игру, в удовольствие, общение с людьми. Просто. Рассказали в маркетинг-план. Что мы говорим дальше? Не презентация, а в маркетинг-план. И говорим. Значит, смотрите. Усильте. А, нет, усильте. Тихо. Классные деньги, правда? Классные, да. И они могут быть ваши. Так. Но я вам еще не сказала. Или не сказала. Чем выгодно еще в нашем бизнесе? Ведь менеджер, когда работает, он, получается, приглашает всех. И менеджеров, которые будут приглашать менеджеров, и продавцов, которые слышат о том, что проект, ну, рынок глобально организовывается. Естественно, и покупателей. Я хочу, чтобы вы знали, какая выгода каждому из них быть в этом проекте.